Здравствуйте! Сегодня в программе интервью поговорим о развитии конституционной реформы. Мы пригласили депутатом и жилица парламента страны Анаржа Илганову. Анарг Нуралиевна, добро пожаловать! Спасибо! И вот конституционная реформа, принятая в нашей стране, она должна привести к кардинальным изменениям. Вот об этом лично говорила глава государства и буквально недавно в своем интервью с журналистом нашего агентства. Главная мысль, главный вектор данной конституционной реформы заключалась в том, что мы перераспределяем полномочия. Причем это предложил сам президент. Современный мир, он не такой, каким он был в 95-м году, 20-го года назад. С учетом этого, как всегда, президент смотрит намного вперед, поэтому он предложил перераспределение полномочий. Это о чем говорит? Это говорит о том, что повышается в первую очередь ответственность как парламента, так и правительства. Он так и сказал, что нам нужен авторитетный парламент, ответственное правительство и, естественно, суд, в котором есть верховенство закона. Это как раз таки третий пункт, да? Ну, получается, что 35 полномочий президента передаются парламенту правительства. И вот как раз таки Можлис отвечает за утверждение состава именно правительства и кандидатуры премьер-министра. То есть у вас теперь полномочий больше? Да, вы абсолютно правы. На самом деле в отношении премьер-министра у нас эти полномочии раньше были, конституционные полномочия причем. Теперь туда добавили и сам состав правительства. Каким образом он будет действовать? Он будет действовать таким образом. Значит, премьер-министр, либо его доверенное лицо приводит кандидатуру на пост министра в Можлис парламента. Значит, сначала данная кандидатура будет рассматриваться в соответствующих комитетах, потом комитет выносит заключение, которое имеет консультативно-рекомендательный характер. И в последующем на основании этих заключений, у нас семь комитетов в Можлисе, вы сами знаете, на основании этих заключений уже на пленарном заседании Можлиса парламента данная кандидатура утверждается. Это говорит о чем? Это говорит о том, что парламент непосредственно, как вы сами отмечали, будет участвовать в формировании правительства. Это первый момент. Второй момент, который также вытекает из этих положений, это то, что перед вновь избранным Можлисом правительство слагает полномочия. Почему? Потому что та партия, которая пришла в парламент, которая набрала большинство голосов, они теперь и формируют правительство. То есть есть некая связь между парламентариями, и они непосредственно будут участвовать в формировании правительства. В то же время есть обратный механизм, когда при заслушивании отчета по какому-либо важному вопросу любого министра, парламентарии, то есть депутаты Можлиса любой палаты, они могут ставить вопрос об отставке данного министра перед президентом. Если раньше по той конституции, до данной реформы, значит президент мог этот вопрос, это такое обращение не удовлетворять, и тогда депутаты палаты имели право по истечении шести месяцев возвращаться к этой теме, сейчас президент будет сразу удовлетворять такое обращение депутатов палаты. Это говорит о том, что на самом деле благодаря данной конституционной реформе очень сильно повышается авторитет парламента и в то же время ответственность парламента перед народом. Оживится партийно-политическая система. Да, вы абсолютно правы. Почему? Потому что на самом деле, если раньше как-то больше президент на себя брал ответственность за все, теперь вот эта вот ответственность в какой-то мере принимает на себя как правительство, как он будет работать теперь, да, особенно по государственным программам, и точно так же берет на себя ответственность парламент. Еще один пункт реформы, это как раз-таки верховенство закона. Вот изменения в законы приняты. Ответственность судей четко определена, повышена даже сказать. Но ведь при этом вот глава государства, да, буквально на днях он говорил о том, что вот, цитирую, надо воспитывать самих судей, а не советские еще. Вот каким образом будет идти этот процесс? Вы знаете, вы абсолютно правы. На самом деле с первых дней независимости президент всегда говорил о том, о повышении доверия к судам со стороны населения, да. Каким образом можно провести эту работу? Конечно, до сегодняшнего дня сделано очень многое. Ну и согласно данной конституционной реформе, мы, например, очень сильно, сами требования к кандидатам в суде, они теперь будут рассматриваться на уровне не конституции, а на уровне конституционного закона о судах и судебной системе, да, о статусе судей вернее. Каким образом мы должны воспитать таких судей нового формата? Я думаю, в первую очередь то, что создана Академия правосудия. То есть только те в основном будут браться, значит, в качестве кандидата в суде, наши люди, которые прошли обучение в Академии правосудия. Но это не обязательный фактор. Есть и люди, которые очень много лет правоохранительной системе проработали, да, почему бы им тоже не попытать счастья стать судей, допустим, да. Не только счастье, но и большая ответственность, конечно же. Но я думаю, эта Академия правосудия также будет заниматься еще и повышением квалификации судей. То есть судей Верховного суда, наши ученые в области юриспруденции, они будут читать лекции, и они время от времени будут повышать квалификацию. Я думаю, что это один момент, когда надо повышать именно профессиональную квалификацию судей, да. И второй вопрос, наверное, очень сильно ужесточаются требования к кандидатам в суде. То есть судья, который приходит на эту должность, он должен четко понимать, что он посвящает себя к этой судейской работе, в первую очередь, именно с нравственной точки зрения. То есть насколько он готов нести это высокое звание судей, то есть судить людей уголовные дела, гражданские дела, административные правонарушения, это не имеет значения. И вы знаете, в этой связи, наверное, и административную юстицию очень сильно надо повышать, и административную юстицию развивать у нас. В чем суть? А суть заключается в том, что речь идет о должностных лицах, допустим, когда они нарушают какие-то нормы закона. В большинстве случаев наши административные суды, они заняты только административными правонарушениями. Это совершенно другие правоотношения. А надо, чтобы на действии должностных лиц, вот эти вот все жалобы наших граждан, а их очень много, они должны рассматриваться в суде. Это вот такой важный шаг. В принципе, это уже внедряется и очень хорошо работает. Это один момент. Другой момент, конечно же, это все взаимосвязанный процесс. Помните, пять институциональных реформ. В пятой реформе тоже речь идет о совершенствовании госуправления. И очень много там говорилось о том, и внедряется о работе цонов. Допустим, раньше, что у нас было в БТИ, живая очередь, очень много было коррупционных рисков и факторов. Сейчас все это делается через цоны. Благодаря пятой институциональной реформе это делается через правительство для граждан в онлайн-формате, в электронном режиме. То есть то же самое и в судебной системе. Все это внедряется уже. То есть Е-формат, электронный формат. Люди исковые заявления подают в электронном формате, исковые требования подаются, оповещаются. Вот это все, то есть новые технологии, цифровой Казахстан, это все должно иметь место и в судебной системе. На мой взгляд, так. Ну вот в этой связи не могу не спросить о роли адвокатуры. Какова в конституционной реформе она? Вы знаете, в саму статью 13 Конституции, где речь идет о правовой помощи нашим гражданам, она, в принципе, не претерпела изменений. Но вместе с тем отклик конституционной реформы обязательно коснется и адвокатуры. Каким образом? На самом деле, благодаря тому, что статья 81-83 Конституции, это речь идет о нормах, которая говорит о судебной, о Верховном суде и о прокуратуре, были приняты новый закон о прокуратуре. И, соответственно, были приняты очень большие изменения и дополнения в действующий гражданский процессуальный кодекс об административных правонарушениях и уголовно-процессуальные кодексы. В чем смысл? Смысл основной заключался в том, что теперь, если раньше прокурор приносил протест, и он, конечно же, имел более, как вам сказать, весомый характер, чем просто жалоба граждан либо жалоба адвоката на решение суда, теперь этот институт протеста в апелляционной инстанции, он аннулируется. Вместо этого прокурор, как и любая сторона процесса, будет готовить только ходатайство. Это касается и уголовных дел, и гражданских дел. То есть, на самом деле, реализуется принцип состязательности процесса, равноправие сторон в судебном процессе. Я думаю, что это очень большое достижение, которое достигнуто благодаря данной конституционной реформе. Что касается каких-то конкретных вопросов по адвокатуре, это уже законом об адвокатуре возможно будет рассматриваться в стенах парламента в будущем. Ну а в целом, если говорить о конституционной реформе, это ведь для того, чтобы ее вообще принять, необходимо было внести поправки в законы, в действующие законы, помимо Конституции. Какая работа вообще проведена именно парламентом? Вы знаете, на самом деле, большая работа была проведена, потому что мы сначала, когда 25 января это обращение президента имело место быть, после этого все депутаты мажлиста парламента, по крайней мере, я вот представляю мажлист, поэтому про мажлист только могу сказать, депутаты мажлиста парламента выехали в регионы, чтобы разъяснить, с одной стороны, суть реформы, данной конституционной реформы, и в то же время собрать все предложения, которые поступали от граждан. Ведь, заметьте, речь шла о перераспределении полномочий, но вместе с тем были приняты изменения и в статью 83 о прокуратуре, допустим, чтобы все это соответствовало друг другу, чтобы не было разрыва между той реформой, между ветвями власти, допустим, между законодательно-исполнительной и судебной, но и в то же время органы, их работа тоже должна соответствовать тем реалиям, которые ожидают, да, эти ветви власти. Теперь мы провели эту работу, после этого началась реальная работа по обсуждению, уже по реализации этих норм, которые рабочая группа во главе с руководителем администрации президента, они все эти предложения собрали, и некий проект был подготовлен, и этот проект к нам поступил в Можлис, в последующем в Сенат, и это все и сенаторы, и Можлисмены все это рассматривали. В итоге, значит, на совместном заседании Палат мы рассматривали этот вопрос, даже была создана совместная комиссия, которая состояла из депутатов Можлиса и из депутатов Сената, и мы рассматривали каждое предложение, каждую поправку, которая была выдвинута именно депутатами парламента. В итоге, вот этот документ, вот этот закон о внесении изменений в Конституцию был принят 6 марта, в последующем 9 марта было дано заключение путем оформления нормативного постановления Конституционного совета, и 10 марта глава государства Ельбасе публично подписал данный закон. В последующем нас ожидала еще большая работа, я уже говорила, сколько законов были приняты, изменения и дополнения, мы эту работу проделали. Это 8 конституционных законов были изменены, внесены дополнения, 46 законов по приведению законодательных актов на соответствие Конституции, 8 кодексов в этой связи, и по перераспределению полномочий были внесены изменения в 4 кодекса и в 22 закона. Ваша работа закончилась, или все-таки еще продолжается? Вы знаете, я думаю, что это такой процесс, если, допустим, основная работа, она закончена, но жизнь не стоит на месте, если в этой связи еще будут какие-то нормы, я думаю, что мы в последующем вернемся к этой теме, но в принципе, то, что на сегодняшний день требовалось, это вся эта работа, она проделана. Глава государства и дал такое поручение парламенту, чтобы мы до окончания сессии, текущей сессии рассмотрели. Мы эти все вопросы рассмотрели. 1 сентября, да, допустим, с начала сессии, и мы уже начнем работать в новом формате. Желаю вам успехов в этом деле. Спасибо за то, что пришли к нам и ответили на наш вопрос. А я напомню, уважаемые телезрители, что сегодня у нас в гостях была депутат-мажилиса парламента Анар Жаилганова. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»